Музыка Какое крепкое рукопожатие! Спортом занимаешься? До нового года еще больше недели, а школьники уже получают подарки. Поздравить учеников пришли депутаты городского округа. А дети в ответ подготовили праздничный танец. Нет, он раз тактик, тебе рад и веселее, Ни скорой такой не найти. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева городской округ поддерживает детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Депутаты выдвинули инициативу поздравить школьников, а глава ХИМа Дмитрий Волошин ее поддержал. Руслан Шаипов когда-то сам учился в лицее номер 21 и в канун Нового года вернулся сюда с подарками. В этом лицее обучается наибольшее количество детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И мне было вдвойне приятно посетить эту школу, поскольку я выпускник этой школы и поздравить детей с наступающим Новым годом. Как поздравить детей и подарить горожанам праздник депутаты обсуждают с жителями в домовых чатах. Например, недавно в нескольких дворах в микрорайонах Новогорской планерной для жителей устроили настоящий новогодний праздник. Установили и нарядили елку, а юным химчанам вручили подарки. Тут есть мелкие московые, есть карандаши, есть фломастеры. И чтобы на этой доске рисовать, можно стирать. Детям подарили сладкие подарки, лего и наборы для рисования. А школьникам постарше достались музыкальные колонки. У меня такая елочка. Такая елочка. Это мне дали вот такой вот шарик. Шишка и мелкий вей. Подготовка к новогодним праздникам в городском округе идет полным ходом. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» во дворах устанавливают елки, заливают катки и украшают улицы. В городском округе Химки заливается 26 катков. Проходит ряд других интересных и масштабных мероприятий. Такие, как елка в каждый двор, где вместе с жителями, вместе с детками устанавливаются елки во дворах и наряжаются с участием соседей, с участием всех приглашенных. Дарить новогодние подарки школьникам стало уже хорошей традицией в городском округе. В преддверии Нового года в Химках проходят благотворительные акции елки. Но эстафета «Добро без границ» была организована впервые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова